МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если глава города обращается с просьбой устранить дефекты, и серьезная организация не реагирует, значит, пусть отреагирует на обращение губернатора. 5,5 миллиардов рублей на 117 объектов. Губернатор проверил ход работ по программе «Безопасные и качественные дороги». В одну сторону крыло движется, перья поворачиваются, и никакого сопротивления. В обратную сторону двигается, создается опора. Подсмотрели у природы, как разработка ученых Академгородка поможет вырабатывать тепло с помощью энергии ветра. Я ждала этого момента долго, 11 лет. Но, честно, грустно, все равно полюбила одноклассников, всех своих друзей, школьных, любимых. Праздник, который они заслужили. Единый выпускной собрал на Михайловской набережной сотни 11-ти классников. Жестко реагировать на малейшие нарушения. Глава региона сегодня проверил ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Некоторые участки дорожного полотна подрядчики завершат раньше срока. Подробности в сюжете Николая Сальникова. Улица Лунная, город Бердск. Основной путь ведущий к микрорайонам Белокаменный, Космический и Южный. В текущем сезоне в нормативное состояние должны привести 440 метров магистрали. Однако нормативы, которые накладывает программа «Безопасные и качественные дороги», вызывают вопросы у местных жителей. Все привыкли, что у каждого дома, у каждого магазина, у каждого, так сказать, входа было парковочное пространство прямо с дороги. Мы сейчас выход в положение только въездной зоной делаем, потому что иначе это насыщенная магистраль, в которой артерия транспортная достаточно высокая. Выход в положение такой. У людей пока идет недопонимание, почему закрываем парковочное пространство. И второе недопонимание – вот это количество заборов, которое предписано нормативными документами, достаточно большое, она по большому счету, конечно, красоты-то и не дает. Проблема в том, что наличие ограждений регламентировано в самой программе БКД. Иначе проект не получит федерального финансирования. Кстати, ремонт дороги на улице Лунная подрядчик обещает сдать на полмесяца раньше срока, уже в середине июля. Следующий пункт маршрута губернатора – проспект Юбилейный в Искитиме. Тендер выиграла компания «Новосибирскавтодор». Однако у искитимских властей появились претензии к ремонту из-за дефектов послойности по уплотнению и не только. Они их в мае, в конце мая устраняли, но мы их не приняли. И на сегодняшний день до сих пор ведем эту претензионную работу. Кроме того, в рамках гарантийных также сроков претензии были предъявлены по ограждению, потому что оно ржаветь начало. Ну и отсутствие разметки. К слову, к этой же подрядной организации «Новосибирскавтодор» есть вопросы и по прошлогоднему объекту в Новосибирске. Асфальт на Димитровском мосту не продержался и года, а вопрос гарантийного ремонта повис в воздухе. В текущем году на юбилейном проспекте в Искитиме планируют отремонтировать полтора километра дороги. Стоимость работ без малого 80 миллионов рублей. И все это лишь небольшая часть от общерегионального плана дорожного ремонта. 117 объектов запланировано по этому году. 5,5 миллиардов рублей в протяженности. Это 160 километров дорог. Нужно привести в порядок. На сегодняшний день все конкурсные процедуры завершены. 100%. 100% заключены контракты по объектам. На большинстве из них работы уже ведутся. Некоторые объекты даже уже готовятся к сдаче. Теме реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» накануне посвятили заседание Госсовета в Москве. В заседании принял участие и губернатор Новосибирской области. По словам Андрея Травникова, сегодня необходимо ускорять темпы ремонта дорог без потери в качестве. Особое внимание кураторов проекта БКД и на фактическое снижение аварийности на отремонтированных участках. Николай Сальников, Алексей Зубила. Новости ОТС. В 8-часовой ливень привел к наводению в Венгерове. Накануне на территории района разыгралась непогода. Дождь начался в обед и продолжался до позднего вечера. По данным Венгеровской метеостанции, за один день была превышена месячная норма осадков. В итоге затопило улицы и огороды. Как отмечают специалисты, ситуацию усугубляет высокий уровень грунтовых вод, которые вместе с дождем превращают райцентр в болото. Сегодня в Машковском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь в нем смогут получить жители микрорайона Светлый в поселке Октябрьское. Это больше 3000 человек. Чем отличается это медучреждение от других сельских ФАПов и почему люди с нетерпением ждали его появления, расскажем прямо сейчас. Есть все необходимые аптечки для оказания первой медицинской помощи. То есть ВИЧ-аптечки полностью, анафилактический шок-аптечка. Ну и, конечно, для выполнения процедуры всего. Главврач Машковской ЦРБ Олеся Мурашова показывает новое хозяйство. На 85 квадратных метрах разместилась полноценная больница первой медицинской помощи. Здесь есть все необходимое оборудование, приспособления и даже медикаменты. Причем аппаратура самая современная. От детского столика с инфракрасным подогревом до специального одеяла, которое спасет от обморожения. В этой, казалось бы, крохотной комнатке есть абсолютно все, чтобы в экстренной ситуации спасти жизнь человеку. Этот мобильный аппарат ЭКГ покажет, как обстоят дела с сердцем, если есть какие-то серьезные проблемы. Здесь же стоит дефибриллятор. А вот такой небулайзер поможет человеку снять приступ астмы. Открытие этого фельдшерско-акушерского пункта жители микрорайона ждали пять лет. Раньше за медицинской помощью приходилось ездить за десяток километров. Многие занимались самолечением. Говорят, пока доберешься, уже все само пройдет. С пересадками на автобусах ехали до Мочище и потом в Сокор, если у него нет своего транспорта. Вот так вот, с трудом на перекладных ездили. Я даже не описать. Ну просто вот это жизненно необходимое, поэтому это очень радостно. Много пенсионеров, много детей. И всем нужна помощь. Мне вот примерно, как вот нынче было очень плохо, вызвало скорую помощь. Ночью он приехал, укол поставил, уехал. А тут я сюда пришел бы и был обеспечен всем, чем мне надо. Теперь медицинская помощь в шаговой доступности. ФАП расположился на первом этаже жилого дома. Здесь могут и осмотры провести, и анализы взять, и укол поставить. А в случае необходимости тут же записать к врачу в районную больницу. Очень удобно, потому что, во-первых, на телефоне пациент не сидит, не переживает, что не досконится, что ему не достанется очередь, или будет долго ждать. Обычно ФАПы строят в отдаленных деревнях и селах. Это первый пункт неподалеку от областного центра. Причем его открыли совместными усилиями областной власти и застройщика. Именно он выделил помещение. При необходимости пункт можно расширить до амбулатории. Возможности для этого есть. Мне кажется, это идеальная модель взаимодействия, когда застройщик заботится о тех жителях, до которых они строят. Это поручение губернатора и в рамках программы развития первичной помощи. В этом году планируют открыть 4 подобных ФАПа вблизи Новосибирска. Еще около 30 появятся в отдаленных территориях. Алина Штоколова, Алексей Погодин, Новости ОТС. С 1 июля вступает в силу новый порядок инвестирования в строящиеся объекты. Теперь, чтобы избежать обмана дольщиков, привлекать их средства можно будет только через специальные скроу-счета в уполномоченных банках. Они же будут помогать с финансированием. Сейчас в регионе по схеме долевого строительства возводят 447 домов. По оценкам министерства, около 20% с начала месяца перейдут на проектное финансирование. В заключение мы уже выдаем о соответствии. Думаю, что по большому счету такого обвала не предвидится. Потому что с застройщиками мы общаемся с Россией. То есть, возможно, и многие будут строить на нас за свой счет. Поэтому, ну, пока все-таки. Безопасность превыше всего. В мэрии Новосибирска сегодня прошло публичное обсуждение правовых нововведений Сибирского управления Ростехнадзора. Специалисты обсудили возможность внедрения дистанционного контроля безопасности на предприятиях. Кроме того, подвели итоги надзорной деятельности. С 2014 года Ростехнадзор применяет для этого так называемый рискоориентированный подход. Благодаря этому аварийность на предприятиях России за 4 года снизилась на 52%, а смертность на 62%. С 2014 года, когда у нас появился рискоориентированный подход, у нас, я называю, это был такой тотальный надзор. Мы за всеми предприятиями смотрели одинаково, вне зависимости от того, насколько большое оно, маленькое, опасное или не опасное. Поэтому, ну, у нас количество наших инспекторов, оно не бесконечно, их явно не хватало. Поэтому, после введения рискоориентированного подхода, когда мы выделили наиболее опасные предприятия, нам удалось сосредоточить наши силы, средства и наше внимание именно там, где риск развития аварии наиболее высокий. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Поучаствовать, даже хотя бы посмотреть, побывать на параде победы. Ну, так, в столице, провести службу. К нам пришли преподаватели, которые за, получается, полгода нас вытянули из ничего по пониманию по поводу ЕГЭТ, потому что мы сдали на 100 баллов. Я не ждал, что я сдал на 100 баллов, просто в этот раз получилось, что экзамен был довольно легкий. Благодарю вас всех. Большое спасибо, что искали там. Они проделывают очень большую работу. Нужную, нужную. Ученые из Новосибирска стали авторами уникальной разработки. Они придумали, как из энергии ветра получать тепло. Устройство уже заинтересовало иностранных инвесторов. Пригодится оно и отечественным компаниям. Принцип работы устройства изучил Дмитрий Белькевич. Это верхний ротор, это нижний ротор. Вращаются встречно. Они увлекают жидкость, притекая, вот, подаваемую сюда в объем, через щели прокачивают на выход, так, в аккумулятор. Доктор технических наук Анатолий Серов наглядно объясняет нашей съемочной группе, как работает придуманное им и его коллегами устройство. Над ветром теплогенератором ученые задумались три года назад. Сегодня получили патент и уже общаются с китайскими инвесторами. Интерес к разработке, поясняет Серов, колоссальный. Хотя ничего нового ученые и не придумали. Идею подкинула сама природа. Построено на принципе взаимодействие крыла птицы с воздухом. В одну сторону крыло движется, перья поворачиваются, и никакого сопротивления. В обратную сторону двигается, создается опора, и птица может там резкие или плавные движения осуществлять. Вот таким принципом существует вот такой ветряк. В качестве перьев пластиковые перегородки. Под действием ветра они приводят в движение ротор, а тот погруженный в специальную жидкость цилиндры. Вращаясь, цилиндры разогревают ее, и она по патрукам оправляется в хранилище наподобие термоса. Оттуда разогретую до 60 градусов Цельсия. Жидкость можно направить на отопление. Если в устройство залить кубометр воды, то мощность составит около мегаватта. Этого хватит, чтобы отапливать целый подъезд девятиэтажки. Однако этим спектр применения устройства не ограничен. На мой взгляд, более перспективно это применять тепло, как говорится, в том теплице, подогревать. Или, например, одна из задач – это приснение воды. Устройство это не дешевое. Но, по мнению ученого, затраты на него окупятся максимум через пять лет. Что делает его применение намного более выгодным, нежели традиционные источники отопления – твердотопливные или электрокотлы. К тому же, вреда экологии генератор не причинит. Главное, чтобы с погодой повезло. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Лучшие из лучших призывники из Новосибирской области сегодня отправились в президентский полк. В Москву новоиспеченных воинов-сибиряков провожала и наша съемочная группа. 15 призывников из Новосибирска и области сегодня отправляются в президентский полк. Следующие три дня они проведут в этом поезде в дороге до Москвы, где они пройдут учебку. И после этого часть из них станет частью почетного караула. А остальные будут принимать участие во всех торжественных событиях, проводящихся на Красной площади и в Кремле. В семье Ивана Кеслера все мужчины ростом не ниже метр восемьдесят, с отличным здоровьем и прекрасными характеристиками. Служба в преддетском полку для них традиция. Несколько лет назад в Кремль призвали старшего брата, еще раньше в карауле на Красной площади служил дядя. Теперь Иван Кеслер строит планы на службу. Проводить новоиспеченных воинов пришли родные и близкие. Следующий раз видеться со своими ребятами они смогут только через год. За племянника очень горда, потому что в жизни они очень получили многого. От родителей, от друзей. И оба успели отучиться и закончили колледжи с красными дипломами. Поэтому и когда я узнала, что второй племянник тоже идет в президентский полк, но здесь, конечно, гордость не просто берет, она просто распирает. Президентский полк был создан в 1993 году для охраны Кремля и проведения торжественных церемоний. Кстати, из нашей области каждый год туда отправляется около 30 призывников и воинов-сибиряков ценят в Кремле. Дмитрий Антипов, Артем Валевич, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирской области начали чествовать выпускников. Так, глава региона провел личный прием тех, кто получил 100 баллов по итогам ЕГЭ и окончил школу на одни пятерки. Тему продолжит Андрей Баев. В большой зал регионального правительства пригласили лучших выпускников этого года. На приеме у губернатора обладатели аттестатов с отличием и те, кто сумел получить высший балл за ЕГЭ. Поздравляют в этот день и родителей, и, конечно, учителей. Андрей Травников вручил благодарственные письма и памятные подарки. Уважаемые ребята, вы, как я уже сказал, уже победители. Вы по-настоящему лидеры и вы по-настоящему будущее нашего региона и нашей страны. Очень здорово с того, что вас много. Поэтому я еще раз вас всех поздравляю. Я поздравляю родителей, педагогов. Желаю всем благополучия, развития и успехов. В этом году больше тысячи выпускников в Новосибирской области окончили школу с медалью. Сто бальников – девяносто. Из них четыре человека, которые умудрились набрать сто баллов сразу по нескольким предметам. Нам пришли преподаватели, которые за получается полгода нас вытянули из ничего по пониманию по поводу ЕГЭ. Потому что мы сдали на сто баллов. Я не ждал, что я сдам на сто баллов. Просто в этот раз получилось, что экзамен был довольно легкий. Честовать талантливых выпускников школ Новосибирской области продолжат и завтра на организованном по распоряжению главы региона губернаторском приеме «Золотые надежды России» в Новосибирском экспоцентре. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новость ОТС. Об эти минуты тысячи юных новосибирцев, вчерашних школьников, ждут салюта на Михайловской набережной Абим. Большой фейерверк завершит городской праздник «Единый выпускной», который проходит под девизом «Время первых». Для будущих студентов работают интерактивные площадки. Можно, подобно голливудским звездам, пройтись по красной ковровой дорожке. А еще поучаствовать в конкурсах и интеллектуальных играх. Для парней, вероятно, для тех, кто не поступит в ВУЗ, на всякий случай установили стенд с выставкой вооружения российской армии. На главной сцене концерты и поздравления от представителей власти. 35 человек, которые проявили себя в учебе, спорте и искусстве, получили памятные подарки. Я всем выпускникам желаю, чтобы повеселились. Настроение революционное. Прям хочется веселиться. Да, все супер. Хочу учиться в НГУ на востоковедении африканистики, выучить восточный язык и работать за границей. Европейские языки, они как бы на слуху. А вот тут вышла и говоришь, я корейский знаю. И все-таки вау! Сегодня в государственном концертном зале имени Каца открыли первый фестиваль авторской песни «Станция Сибирь». К нам в гости приехали исполнители из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас на связи со студией наш корреспондент Светлана Антимонова. Светлана, здравствуйте, ждем подробности. Да, здравствуйте, Иван. Действительно, здесь в зале Каца полным ходом идет первый концерт фестиваля «Станция Сибирь». В зале аншлаг, свободных мест нет, как и обещали организаторы. Впрочем, это и неудивительно. Звезд привозили и раньше, но никогда так много. Впервые Новосибирск принимает сразу несколько десятков лучших бардов-исполнителей страны. Звучат такие имена, как Леонид Сергеев, Александр Городницкий, Сергей Матвиенко, Алексей Ивашенко и другие. И впервые организаторы фестиваля рискнули публике объявить официальную «Сибирскую десятку-2019». Своего рода сборную команду лучших бардов-исполнителей Сибирского округа. Участие в церемонии открытия фестиваля принимал и губернатор Андрей Травников. Кстати, отмечу, что здесь концерт-зале Каца по сути это лишь пролог фестиваля. Основная часть ждет гостей в палаточном городке, в бардовском городке, который разбит на берегу водохранилища в парке у Моря Пскова. Там в программе и мастерские, и мастер-классы, и творческие, и поэтические площадки, и туристические состязания, и свободный микрофон. Организаторы заявляют, что масштабный очень этот фестиваль, он продлится три дня, и они надеются, что он станет визитной карточкой Новосибирска и будет традиционным. Иван. Спасибо. Светлана Антимонова с открытия фестиваля авторской песни «Станция Сибирь». И к другим темам. Смертный медальон погибшего в Великой Отечественной. Красноармейцы Еремея Сальмана сегодня торжественно передали его сыну. С 41-го года солдат числился о пропавшем без вести и был найден в братской мобиле лишь спустя несколько десятков лет. Тему продолжит Татьяна Засыпкина. Смертный медальон – это жетон с личным номером солдата, который позволял быстро опознавать убитых. Медальон Еремея Кузьмича нашли участники поисковой группы «Демянск» Новгородской области в апреле этого года. Сегодня жетон торжественно передают сыну погибшего красноармейца. Еремей Кузьмич Сальман жил в деревне Тюлеевка Кыштовского района Новосибирской области. Воевал на передовой в так называемом «Демянском котле» ростовской наступательной операции. Это был успех советских войск. Операция сорвала немецкий план «Барбаросса» по захвату европейской части СССР. Тогда погибли 30 тысяч красноармейцев. Среди них был Еремей Кузьмич. Похоронка пришла, и все. Мать была безграмотная, даже расписываться не умела. А мы дети малые. Мне было два с половиной года, когда я остался. А старшему брату 10 лет, 11-й год. В ходе экспедиции был также найден медальон красноармейца Сухинина Матвея Михайловича из деревни Староярково в Новосибирской области. Его жетон члены клуба «Живая история» отвезут родственникам в сентябре этого года. Татьяна Засыпкина, Евгений Агеев. Новости ОТС. Новосибирский штангист Максим Коноплев стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в столице региона. Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 67 килограммов. Для Максима первое участие во взрослом чемпионате страны сразу же стало золотым. Еще одну медаль нашему региону накануне принесла Татьяна Алеева. Девушка завоевала бронзу в весовой категории до 59 килограммов, причем выступала Алеева с травмой, поэтому даже третье место спортсменка назвала успехом. В этой же весовой категории выступала еще одна новосибирская спортсмена Елена Биршкис, она заняла шестое место. Напомню, чемпионат России продлится до 30 июня, а сильнейшие штангисты страны соревнуются в спорткомплексе НГТУ. И на этом у меня все. Сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале рубрику «Ремонт в режиме онлайн». В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Здравствуйте! Спонсор прогноза погоды – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимак» от компаний группы «Биотек». «Оптимак» – смотри на мир легко. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак» – смотри на мир легко. Прогноз на 28 июня. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет ясно. Ветер восточный слабый – 2,7 метра в секунду. Влажность – 45%. Температура ночью – плюс 15-17, днем – плюс 28-30. В последующие двое суток будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в субботу – плюс 28-30. В воскресенье – плюс 24-26. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин